МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным полиции, погибший являлась жительницей Гусева. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, вечером в субботу в районе поселка Добровольск погиб водитель автомобиля «Фольксваген». 32-летний мужчина превысил скорость и врезался в придорожное дерево. После столкновения машина перевернулась. Водитель скончался на месте происшествия. Пассажиры с различными травмами поступили в больницу. Все они оказались пьяны. Стоит отметить, погибший никогда не имел водительских прав. В Калининграде гости Средней Азии попытался дать взятку полицейскому. В ходе одного из последних рейдов оперативникой выявили на центральном рынке три точки торговли на свая. Так как его продажа запрещена, предпринимателям пришлось заплатить административные штрафы на общую сумму в 45 тысяч рублей. Но 29-летний торговец придумал план, как обмануть систему. Он решил договориться с правоохранительными органами и заручиться их поддержкой. За 10 тысяч рублей мигрант просил обеспечить ему спокойную торговлю наркотическим средством, но был задержан во время передачи взятки. За совершение данного преступления предусмотрено строгое наказание вплоть до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки. Полиция и супруг продолжают поиски Маличенко Инны Сергеевны, которая вечером 7 января ушла из дома в садовом обществе «Мечта» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы. Возраст на вид 45 лет, рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно-рыжего цвета, стрижка карой, глаза голубые. Была одета в темно-фиолетовую куртку, джинсы черного цвета, замшевые сапоги и темно-серую кофту. Если вы знаете что-либо о местонахождении Инны Маличенко, просьба сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Екатерина Степанова, Служба новостей, город.